Компания Kia привезет в Россию седан Optima нового поколения. Автомобиль изменил свое название на K5, которое до сих пор использовалось только на рынках Южной Кореи и Китая. Как сообщает пресс-служба компании, новинка уже получила одобрение типа транспортного средства. Решение о смене имени в компании объяснили изменениями в стратегии развития бренда и новым вектором развития дизайна самой модели. Седан Kia K5 создан на одной платформе с новой Sonata. Его длина теперь составляет 4905 мм плюс 50 мм, а колесная база растянулась на 45 мм до 2850 мм. Седан получил сложную оптику, фирменную радиаторную решетку измененной формы, рельефный капот, массивные боковые воздухозаборники и агрессивные бамперы, а задние фонари соединены через всю ширину кормы, линии с пунктиром. В салоне появилась новая передняя панель, центральный тоннель, мультируль, виртуальная приборка, а также мультимедийная система с большим горизонтальным тачскрином. Место традиционного рычага переключения передач заняла шайба. Для российского рынка предложены две модификации, обе с передним приводом и автоматическими трансмиссиями. Базовым останется прежний двухлитровый MPI с распределенным впрыском, отдачей в 150 л.с. и крутящим моментом в 192 Нм. Работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Второй мотор 194-сильный GDI с непосредственным впрыском топлива объемом 2,5 литра 246 Нм. Он предлагается в комплекте с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. А мощная турбоверсия, какая была у Optima в новом поколении, еще не представлена. Информация о комплектациях российской версии нового Kia K5 появится ближе к старту продаж. Скорее всего, в базовую комплектацию войдут шесть подушек безопасности, система стабилизации, светодиодные фары, датчик света, двухзонный климат-контроль, подогрев передних кресел, датчики парковки спереди и сзади и круиз-контроль. Какой из седанов вам нравится больше? Новый Kia K5, Mazda 6 или Toyota Camry? Делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий автоиндустрии. Субтитры создавал DimaTorzok